Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как именно показ проекта и как и сегодня развивается отчетность. Соответственно, друзья, мы к этому готовимся очень и очень обстоятельно. Дальше у нас будет инотранс, также очень важная такая веха в развитии. И, соответственно, друзья, мы также развиваемся. Ну а сегодня у нас, скажем так, несколько новая тема, мы ее уже обозначали. И сейчас мы с Алексеем на ближайшие, наверное, 3-4 вебинара будем очень подробно останавливаться на вопросах, связанных с цифровой экономикой, с новым этапом развития проекта, объяснять, почему мы это делаем, почему это временно стало и почему сегодня Skyway переходит именно в новую стадию, в новый этап развития. Потому что без этого сегодня, друзья, без понимания это невозможно. Мы будем, соответственно, вам объяснять, показывать, мы все это будем обсуждать, соответственно, в вебинарах, на конференциях, на встречах, на чатах, которые сегодня созданы именно по направлению цифровой экономики. Поэтому, друзья, это очередная такая серьезная обучающая программа, где мы, соответственно, подведем, покажем вам все, что необходимо знать для того, чтобы в этом участвовать. И, соответственно, друзья, это для каждого из нас, на наш взгляд, будет очень и очень полезно. Сегодня, друзья, по-моему, только ленивый и вообще тот, кто читает или пытается следить за тем, как развиваются сегодня вообще тренды развития инвестирования, тренды развития вообще цифровой экономики, тренды развития вообще мировой экономики. И тот, конечно, видит, что сегодня про цифровую экономику, про технологию блокчейна, про мир интернет вещей, про мир роботов, экономику роботов, сегодня не говорит только ленивый. И, соответственно, пришло время, когда мы уже порядка года готовились к этой работе, мы подошли к тому, что сегодня мы запускаем этот проект, мы начинаем его обсуждать. И сейчас, друзья, то, что мы сегодня делаем и с вами общаемся и на наших именно технико-экономических вебинарах, обсуждаем тему цифровой экономики и участия в этом, в проекте SkyWay, это как раз веление времени, это говорит о том, что мы подошли и это сегодня необходимо. Почему, друзья, мы сегодня говорим, что мы подошли к этому этапу? Почему нельзя об этом было говорить год назад или почему два года назад, почему именно сейчас? Основная, друзья, и заслуга и основное веление нашего времени, которое мы с вами создали, мы еще раз, друзья, с вами создали, как инвест-проводящая система, как сообщество партнеров SkyWay, которые сплотились вокруг инженерной идеи, вокруг инженерной мысли, Юницкого именно как автора технологического направления струнных технологий, инженерного направления SkyWay, мы, друзья, с вами создали демонстрационные образцы. Мы создали сегодня с вами опытное производство, конструкторское бюро и вот эта вся инфраструктура, которая сегодня идет уже вокруг SkyWay, именно Марьиной горки и конструкторского бюро Минске, это уже работающий инструмент, это уже работающий механизм. Мы с вами показали, что первая технология SkyWay существует, о том, что она отображает те декларируемые свойства, которые закладывались, теперь они демонстрируются, что все машины сегодня, которые есть, они соответствуют заявленным требованиям, что конструкторское бюро в состоянии выполнять задачи, которые ставит генеральный конструктор, опытное производство в состоянии выпускать эти машины, а демонстрационная площадка, она показывает, демонстрирует всему миру, что это существует. Сегодня уже практически не проходит ни одна неделя без новостей, именно уже с точки зрения конструкирования, с точки зрения демонстрации. На этой неделе мы с вами видели демонстрацию образцов машины уже городского Юникара, это уникальнейшая машина, которая уже продемонстрирована на транспортной неделе в Республике Беларусь. И с этой выставкой, помните, на прошлой неделе мы с вами обсуждали вопрос, что министр транспорта пытался выбросить Skyway из участия в этой выставке, и только вмешательство лично вице-премьера, с которым Юницкий общался при деловой поездке в Индию, восстановили. И сегодня, друзья, наверное, ни у кого не вызывает сомнений, тут Денис Дняк у нас, по-моему, уже писал в чате, я видел фотографии, что он уже был на этой выставке, и, наверное, один из первых сидел в Юникаре. И, наверное, сам он написал и может поделиться, что действительно это захватывающее зрелище, это новая машина, это трехсекционная, как ее назвали, Sky-гусеница. Но самое главное, друзья, это продолжение линейки унифицированных электромобильных электромашин, которые идут по единой унифицированной путевой структуре. И я думаю, что мы в ближайшее время, когда начнутся ходовые испытания, вы видели универсальность, когда Юнибайк бегал и по легкой путевой структуре, провисающей с большим пролетом 400 метров, потом он перемещался по жесткой эстакаде. Точно так же Юнибус 14-местный сначала начал испытания на жесткой эстакаде, а в начале этой недели, друзья, мы видели с вами его уже на легкой структуре, когда на... Нет, даже в конце прошлой недели, в пятницу, Юнибский звонил, говорил, что они провели это первое испытание, потом показались репортажи, которые Михаил Кириченко снимал. Что самое интересное, что Юнибус на провисающей структуре уже при выходе, проходя в самую низшую точку и при выходе на торможение, еще раз, друзья, на торможение, показал скорость 103 км в час. Больше скорости на этом участке невозможно, потому что он разгоняется, потом тормозится, и тем не менее, друзья, скорость 103 км в час Юнибус показал. То есть для тех, кто говорит, что это что-то игрушечное или что-то ездит, это, друзья, уже не игрушки, это очень серьезные технические показатели. А здесь самое главное, друзья, что мы должны помогать, понимать, что это нам дает, что показывает техническое решение. Это то, что мы можем одним пролетом в 400 метров рельсам, которые всего 10 сантиметров в сечении, мы можем проходить практически любые препятствия. Это водные препятствия, это эстакады, и это для городского цикла, для городского движения, это незаменимая вещь. И сегодня можно однозначно утверждать, что технология Skyway позволяет сегодня утверждать, что все проблемы сегодняшних мегаполисов могут быть решены. Что мы имеем техническое решение, мы его показываем. Сегодня весь мир там что-то бьется, пытается играть в какие-то игрушки, связанные с роботами, автомобилями на улицах, но сегодня уже абсолютно пришли к выводу, что не могут роботы находиться в одной плоскости с людьми, потому что кто принимает решение, неизвестно. И это всегда опасно для людей, которые находятся с роботом в одной плоскости и в его логике принятия решения. Поэтому уже во многих странах, соответственно, приняты законодательные акты, которые запрещают роботам находиться на тех же улицах, где управляют люди. У нас задача, друзья, роботы на путевой структуре решена все, весь подвижной состав Skyway, и Unibike, и Unibus, и Unicar, и, соответственно, это все сегодня у нас автоматически управляемые роботы, соответственно, с единой системой, и это абсолютная безопасность, потому что это вынесено на второй уровень, и, соответственно, система безопасности для городов становится абсолютной. Поэтому, друзья, сегодня весь мир, вы слышите о задачах, вопросах, как нам убрать выхлопы 80% городов экологии, это автомобили, которые сегодня сбрасывают. Skyway решен этот вопрос, и мы это демонстрируем, показываем, и легкую Unibike, которая может двигаться вообще с помощью велогенерации и развивать скорость до 60 км в час только за велотягой, за счет велотяги. И, соответственно, Unibus, и сейчас мы увидели уже, на Экофесте мы с вами видели 48-местный Unibus берельсовый, а сегодня продолжается линейка вот этих вот монорельсовых машин, и мы с вами увидели с вами трехсекционный Unicar. Это, конечно, друзья, красивейшая машина, то есть все, кто видели, посмотрите, ссылки сейчас обязательно дадим, репортажи с транспортной недели в Белоруссии вы увидите. Вот, соответственно, Михаил Кириченко вчера уже показал репортаж с главным конструктором подвижного состава. Вот, соответственно, он прокомментировал и показал, что эта машина сейчас представлена в трехсекционном варианте, а вообще она может доходить до семисекционного исполнения, то есть по шесть человек в секции, это получается 48-местная машина, и, естественно, что мы будем с нетерпением теперь уже ждать, смотреть, когда она встанет на ходовые испытания, сначала на жесткой путевой структуре, потом на облегченной, и, может быть, даже мы ее увидим на легкой трассе. Хотя здесь я, друзья, не могу сейчас говорить за именно генерального конструктора, система испытаний, она будет показывать. То, что вся система унифицирована, и все машины могут ходить по этим трассам, мы это уже видим. Поэтому, друзья, сегодня проект Skyway, то, что декларировал три года назад, сегодня он демонстрирует. Мы с вами, друзья, создали систему, которая решает сегодняшние транспортные проблемы, экологические проблемы. И сегодня, что самое главное, тот термин, который еще два года назад ввел Алексей Суходой, это сеть адресных проектов, она сегодня активно формируется, идет по всему миру. Сегодня в этом участвует огромное количество людей, потому что переговоры ведутся сегодня в очень многих странах мира, с очень многими структурами. Я могу сказать, друзья, это не понаслышке, я каждую неделю сейчас провожу и конференции, и встречи, и презентации во многих странах мира. Вот, я каждую неделю сейчас получаю командировки. Вот, завтра я опять вылетаю в Вену, в Будапешт, потом в Италию, в Леоно, там город, именно рассматривающий сейчас применение технологии Skyway для портового инфраструктуры. И это тоже один из таких очень интересных проектов. На прошлой неделе мы видели, на позапрошлой, когда Юницкий вернулся с Бабуриным из Индии, это очень интересный проект по портам Мумбаи, и сегодня Анатолий Дарвич вместе с Виктором опять в Арабских Эмиратах, где очередной раунд очень серьезных перевоговоров инвесторов, это как продолжение работы в Индии. Мы в постоянной переписке с Виктором, Алексей более, ну там чуть-чуть про это расскажет. К сожалению, очень многого, друзья, вы это уже видели, и мы много что вам говорим, что мы не можем очень многое рассказать, но те результаты, которые сегодня есть, вот на мой взгляд с Алексеем, они просто уже превосходят все ожидания, это просто очень серьезный результат. И это будет и дальше, и развиваться, и двигаться, и это уже для нас рабочие моменты. В конце недели Юницкий вместе с Виктором, видите, как мы его называем, главный джедай у нас, так сказать, Скайвея, вот, они вылетают в Австралию, будут там переговоры, встречают Родхук, будет подписание очень серьезных документов. То есть это тоже, друзья, работа идет, это тем, кто задал вопрос, а что в Австралии, как в Австралии. Ребята, работа идет везде, о чем-то можно говорить, о чем-то нельзя говорить, чему-то приходит в свое время и озвучивается. Но самое главное, друзья, для нас это единственное подтверждение, мы с вами видим это постоянно, что сеть формирования, формирование сети адресных проектов идет по всему миру. И сегодня зарождается, вот это мы уже переходим к той теме, о которой мы говорили, сеть адресных проектов. И любой проект, который сегодня рассматривается, неважно, легкая трасса, грузовая трасса, пассажирская трасса, скоростная, закладывается, все это сегодня элементы единой транспортной сети Транснет, которую сегодня мы с вами приступили к строительству. И это уже не какие-то иллюзии, друзья, это уже развитие дальнейшей технологии. И мы с вами за три года отработали систему финансирования, то есть создали инвестиционные фонды, создали целевое финансирование. Юницкий за это время сформировал КБ, опытное производство, потом демонстрацию и сегодня уже идет масштабирование создания серийного производства. Мы отработали с заказчиками и сначала была отработка, когда мы заинтересовывали и показывали, что будет создавать Skyway, потом демонстрировали и, соответственно, дальше уже идет непосредственно работа по адресным проектам. Вот видите, на картинке сейчас на экране у нас стоит именно уже 48 местные, это еще не 48, это как раз, друзья, 18 местных, то есть это трехсекционный Юникар. Это продление линейки и как раз, как сказал главный конструктор подвижного состава, что сегодня мы уже показывали и испытали, сейчас идет сертификация индивидуального транспортного средства. Это юнибайки, это очень интересное перспективное направление. Это юнибусы и сейчас это вот Юникар, который именно может выполнять любые задачи по перевозкам любого количества пассажиров, потому что, соответственно, он может помасштабироваться и количество подвижного состава на трассах тоже может практически не ограничено. Таким образом, сегодня путевая структура, легкая, 10 сантиметров в диаметре, которая сегодня может идти большими пролетами, обладает такими же свойствами, как и метро, но сотни раз дешевле, технологичнее и решает все сегодняшние проблемы, вызовы, которые идут и в техническом плане, те, которые сегодня цивилизация подошла, и в экологическом плане, и, что самое главное, друзья, еще и с точки зрения сегодняшней экономики и сегодняшних финансов. Вот здесь, друзья, мы по нашей теме, то, что мы сегодня обозначили, это цифровая экономика, и мы сегодня очень много будем об этом говорить, ну, не только сегодня, мы сегодня делаем вводные вебинары, а дальше мы будем все эти понятия рассматривать и показывать, почему сегодня самое интересное перспективное направление, это именно Skyway, который является основой, технологической основой Transnet, что такое Transnet Space, то есть то пространство, которое формируется, и та новая экономика, которая сейчас приступила формироваться именно с новой технологической платформой, и, соответственно, покажем экономику и цифровую экономику Skyway, и перспективы, которые будут при инвестировании в эту экономику, и при пользовании именно как с вами потребители вот этой сети. Здесь, друзья, я сразу обращусь, мы очень много в чатах уже, особенно вот за эти две недели, обсуждали вопросы, смотрели, такие самые злободневные вещи, которые обсуждались, друзья, мы очень благодарны тем, кто работает сегодня в наших чатах, вот, которые созданы именно скриптонаправления, мы и дальше будем продолжать работу, продолжать обсуждения, там нет никаких, единственное, что просьба, друзья, поменьше эмоций и без обид, потому что ту тему, которую мы сейчас с вами рассматриваем, она очень сложная, она настолько глубокая и профессионально, надо в ней разбираться, что мы с Алексеем потратили год для того, чтобы, общаясь с ведущими специалистами, с ведущими разработчиками, для того, чтобы не просто ориентироваться, а для того, чтобы сегодня создавать направление, которое будет развивать и дальше содействовать развитию Skyway. И сразу обращаюсь к людям, которые чуть постарше, друзья, не переживайте по поводу того, что вы что-то не понимаете и что-то новое. Друзья, это, я приведу, скажем так, такое сравнение, что сегодня вот для этих молодых и ранних, как я их называю, там, 25-30-летних финансистов, которые раньше работали в системе зачетов, долгов, потом на Форексе, потом кто-то на бирже поиграл. Сегодня они перешли в цифровую экономику. Они все несколько оторваны от жизни. Они создали свою иллюзию вот этой вот цифровой экономики и сами варятся, хотя там крутятся огромные деньги и молодые ребята зарабатывают огромные деньги, но возникает иллюзия, что деньги возникают из воздуха, из ниоткуда. Но, друзья, экономика, она не позволяет утверждать, что что-то может появиться ниоткуда. Экономика – это абсолютно строгая наука. Это статистика, то есть учет и математика, которая считает. Ничего другого, друзья, в экономике нет. И я очень много встречал сегодня людей, которые именно из крипты сообщества, которые оторваны сегодня от жизни. Они оторваны от реальной экономики. Они не помнят, кто такой Самуэльсон, который четко дал определение экономики, что сама по себе экономика – это операции на ограниченной территории с ограниченными ресурсами в ограниченный период времени. И людям кажется, что если какой-то из неограниченных ресурсов, то, соответственно, там уже экономики нет. В экономике есть главное правило, друзья, и его нельзя, это как закон сохранения энергии в физике. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Соответственно, все законы имеют объяснение. И здесь, как раз, друзья, то, что мы будем вам показывать и рассказывать, это с точки зрения здравого смысла. Никаких чудес не бывает. И то, что мы сегодня говорим, Skyway подошел к тому, чтобы вплотную соприкоснуться с цифровой экономикой, вплотную соприкоснуться с новым технологическим направлением, которое сегодня выражается именно в блокчейне. Мы расскажем, что это такое. Это, друзья, программирование. Блокчейн – это определенная технология создания записи и их учета. Если говорить коротко, то это своеобразный нотариус и бухгалтер, который фиксирует все, что происходит. Не более того. И еще могу сказать, что, друзья, в экономике, я уже повторял, чудес не бывает. Но где, друзья, бывают чудеса? Почему мы сегодня очень много произносим это чудесное слово? И это все идет на эмоции. Друзья, чудеса бывают в технике. Вот чудо техники – это, друзья, действительно сегодня принятое понятие. Потому что каждое технологическое решение, каждая новая инженерная мысль, которая выходит, она революционна. Она чудо. Потому что в свое время, когда братья Райт подняли самолеты, а британская королевская академия наук утверждала, что аппараты тяжелее воздуха летать не могут, хотя птицы летали и все видят, тем не менее, это было чудо. Так как в свое время братья Райт подняли самолеты, а британская королевская академия наук утверждает, что это чудо выходит на новый уровень цивилизации. Это чудо. И именно чудо техники. И мы сегодня с вами постоянно видим, когда Юницкий именно как инженер нам демонстрирует решение, казалось бы, невозможное. Это пролеты 400, дальше будут 800-1,5 километра. Это электромашины, которые там в топливном эквиваленте потребляют десятки грамм в сегодняшнем пересчете. Это абсолютная робототехника, которая сегодня решает задачи по транспортировке, по экологии и так далее. Это все, друзья, инженерия. Это все техника. Дальше сегодня это переходит в создание сети адресных проектов. Это уже формирование холдинга, который применяет эту технологию. А то, что дальше мы с вами будем обсуждать, то, что будет называться именно экономика из, как мы это назвали, Skyway Coin, то есть расчетного и учетного инструмента, который будет внутри системы Transnet, это как раз уже надстройка. И тоже много было вопросов, сразу отвечая на вопрос, надо, не надо, зачем, друзья. То, что мы сегодня делаем, это веление времени. Очень кто в чатах смотрел, дальше мы скинем обязательно эти ссылки, когда Греф выступал на Питерском экономическом форуме и перед высшей школой экономики, вот буквально несколько месяцев назад, он четко охарактеризовал веление, что хотим мы не хотим. Уровень программирования, уровень сегодня обработки данных, который выражен в технологии блокчейн, дошел до такой степени, что игнорировать это нельзя. И, как сказал Греф, в ближайшие пять лет жизнь с точки зрения финансов и экономики изменится радикально. И более того, от него прозвучала такая фраза, которую вы, наверное, на наших вебинарах слышали не раз, что за ближайшие пять лет жизнь изменится настолько радикально, что это не все могут даже сегодня себе представить. И от Грефа прозвучала такая фраза, что я не знаю, что будет со Сбербанком, это один из крупнейших банков Европы, через пять лет. Поэтому там спорят, будет криптовалюта введена в Россию официально, не будет, во всем мире идет работа. Но сама по себе сегодня это идеология и технология, которая обслуживает огромное количество людей, за десять лет показала свою жизнеспособность, она показала то, что она может решать задачи, и оно движется дальше. А мы, друзья, то, что почему нас нельзя сравнивать ни с одним проектом, который работает сегодня на криптоплатформах, или то, что сегодня выходит на ICO, на привлечение сегодня инвесторов во всевозможные криптопроекты. Почему нас нельзя сравнивать? Потому что то, что мы сегодня делаем, друзья, это естественное развитие проекта Skyway, это его оцифровка, это его сегодня учет и оценка того потенциала, который сегодня создает новая технология. И почему именно мы называем Skyway Coin, почему мы говорим, что это, хотя это, друзья, рабочее название, то есть, скорее всего, тот название или тот расчетный инструмент, который будет у нас обращаться, он будет иметь несколько другое название, это абсолютно рабочее название, но он отображает суть, и всегда мы будем именно как рабочим названием пользоваться Skyway Coin. Друзья, вы помните, что мы очень много говорили, что кедром шестого технологического вклада, то есть нашего времени, является технология Skyway. Она сегодня определит тренды развития отраслей, территорий, месторождений, которые будут включены, соответственно, абсолютно естественным образом, что и те расчеты, и та цифровая экономика будет строиться именно с учетом, с использованием Skyway Coin. Это абсолютно естественное развитие. И сейчас, друзья, у нас первая цель и задача, которую мы с Алексеем будем преследовать и решать в ближайшие месяц-полтора, это рассказать, показать, объяснить, чтобы было абсолютно все понятно нашему Skyway сообществу, именно что такое сегодня мета-платформа, которую мы создаем для работы в Транснете и создания Транснет-спейс. Мы тоже очень подробно, друзья, вам расскажем, что такое Транснет-спейс, с примерами, с абсолютно аналитическими выкладками и ассоциативными, чтобы вы представляли и понимали, что это такое. Друзья, я несколько много привожу аналогий с интернетом, то есть как в свое время, в 92-м году, когда я очень коротко и случайно пересекся с одним из создателей Гугла, Сергеем Брином, и когда он мне рассказывал о создании информационного поля Земли, о создании устройства, которое будет входить в это информационное поле и получать информацию, я не мог даже представить, что он мне рассказывал о Гугле, о Вайбере, о Фейсбуке и о том, что это будет абсолютно все, скажем так, естественное, что вот такой смартфон, который будет у каждого в руке, это и есть то устройство. Я представлял, что это какие-то сложные устройства, что это из какого-то оккультного мира. Оказалось, друзья, что все это инженерные, программированные и технологические решения. Точно так же, друзья, мы вам будем рассказывать и показывать, что сегодня дает и такие возможности будут развиваться с технологией Skyway. Здесь, друзья, мы уже будем уходить от футурологии, потому что футурологии здесь уже никакой нет, потому что это уже технологические решения, и роботы, которые будут строить наши сегодня вот эти вот транссерверы, которые будут обслуживать и пересадочными станциями, это то, что сегодня будут создаваться линейные города. Это уже действительность, это уже сегодня проектируется и создается система. Мы вам покажем всю классификацию, мы покажем тот потенциал, который есть, и, соответственно, мы сейчас с вами создаем систему, которая все это увяжет. И все вместе это будет называться транснет-спейс. Транснет-спейс – это аналогия, которую можно провести с сегодняшним названием «Мир интернет-вещей». Это термин, который произносит даже президент Путин. Не знаю, понимает ли он, что это такое, или не понимает. Мы и приводили, и дальше будем приводить пример, что такое «Мир интернет-вещей». Соответственно, как этот бизнес будет формироваться. Этот термин появился. Интернет-глючет перескоп. Но ничего, друзья, в Фейсбуке потом будет запись именно нашего с комнаты Мирополиса, а не с перескопом, потому что тоже перескоп что-то не очень работает. Поэтому, друзья, «Мир интернет-вещей» – это термин возник 10 лет назад, но мало кто понимает, и интернет-сообщество так и не смогло запустить, и так и не смогло сделать из этого бизнес. Хотя экономика дронов или роботов, которая сегодня идет, она развивается. В Швейцарии сегодня уже действующих 100 тысяч дронов, которые доставляют лекарства в далекие дальние регионы, которые сегодня там выполняют еще ряд задач. Но это очень ограниченный сервис, потому что на следующем вебинаре мы вам покажем, ну, представляете, если в воздухе будет находиться сотня, потом тысяч, а потом миллионы дронов, то это просто физически опасно. Вот, поэтому эти решения в Skyway тоже сегодня есть, и, соответственно, мы тоже вам расскажем и покажем о тех перспективах и о том направлении, которое есть. Футурология в нашей работе, друзья, обязательно останется, потому что без футурологии инженерия, она сама по себе подразумевает о том, что мы создаем будущее. Но, как тоже мы с Алексеем постоянно сейчас говорим, что мы уже не можем себя называть сегодня футурологами, потому что футуролог в нашей системе один – это инженер Юницкий. Потому что когда в прошлом году, находясь на презентации, когда он презентовал проект, он стал рассказывать о космической программе, когда арабы просто, вы помните эти записи, когда и Али, они просто открыт рот сидели, слушали, и после этого я сказал, что Анатолий Иванович, я больше не буду себя называть футурологом, потому что я не могу рассказывать те вещи, которые вы делаете, вы их создаете. Поэтому максимум, что я могу делать, и мы с Алексеем переквалифицировались уже в ученики футуролога, потому что мы реально можем осознать, что он говорит, мы реально можем переложить это на общедоступный язык, и мы просто уже комментируем и показываем те инженерные решения, которые закладывает сегодня Юницкий. А дальше уже сегодня идет, друзья, и оценка интеллектуальной собственности, и оценка потенциала уже космического проекта. То есть Юницкий настолько быстро как инженер работает, что для него уже транснет, в его понимании он уже создан, потому что есть технологическая основа, есть направление, есть спрос, есть сейчас система, которая будет это обслуживать, то есть именно транснет, спейс и цифровая экономика, завязанная на Skyway Coin. Соответственно, для него это уже существует, он уже живет в следующем, он уже реально продумывает и создает спейснет, то есть следующую сеть, которая, естественно, будет дополнять следующее направление. Поэтому мы тоже об этом будем говорить, и это очень все хорошо увязывается в логику развития транснет-спейса. Мы тоже покажем это с точки зрения финансового развития, очень интересно и перспективно, и технологически точно так же, что сегодня это абсолютно сопряженные и связываемые вещи. Поэтому самое главное, что мы должны сейчас с вами понимать, что мы четко создаем систему, которая увязывает сегодня вот эту виртуальную цифровую экономику, которая до сегодняшнего момента живет сама по себе, и только частично соприкасаясь с реальной экономикой. Мы сегодня создали проект, который реально генерит новое ВВП, который реально сегодня осваивает новое месторождение, и реально дает сегодня экономический рост. И сейчас мы это все увязываем. То, что вы сейчас видите на слайде, присылаем, то есть Unibike и, соответственно, Unibus. Это как раз технологическая основа. А сейчас пришло время двигаться дальше. То, что мы сейчас делаем, это следующий шаг, потому что технологическая основа создана, именно база с точки зрения наших как партнеров, как инвестиционная фонда создана. И мы идем в следующий сегодня этап. И все развитие нам показало, что без блокчейна, без, соответственно, крипто-направления, без своей платформы мы никуда двигаться не сможем. Мы много изучали этот вопрос. Естественно, что были у нас и предложения, вопросы работать уже с существующими платформами и площадками. Мы общались практически со всеми создателями этих площадок, но пришли к выводу, что ни одна сегодняшняя система, экосистема, она нам не подходит. Потому что настолько проект у нас уникальный и самобытный, что нам надо создавать свое, и мы реально будем обособлены на всем пространстве находиться. Естественно, что мы будем определенные правила игры применять к нашему развитию, которое сегодня создано в крипто-сообществе. Вы будете слышать очень много новых терминов, которые сегодня в этом сообществе создаются и приниматься. Но основной у нас все-таки тренд на то и направление на то, что мы делаем свое. И очень много терминологии мы будем вводить в свою, и это сообщество приучать к своей терминологии. И следующим этапом, друзья, тоже произойдет очень естественный процесс, что когда мы с вами уже поймем и будем двигаться дальше именно с применением уже элементов цифровой экономики, дальше мы с Алексеем планируем уже и цикл вебинаров, и именно уже семинаров и конференций, именно с крипто-сообществом, для того, чтобы их привлекать в проект, им показывать, что такое Skyway, им показывать, что такое Transnet Space, и им показывать, какие перспективы сегодня идут от инвестирования в наш проект. Поэтому, друзья, то, что мы сейчас делаем, это расширение возможностей, которые есть, ну и веление времени. Потому что, если мы этого не будем делать, то мы просто реально начнем отставать с точки зрения развития проекта. Потому что все из вас, и мы сегодня особенно при смене этапа, когда был резкий скачок и новых регистраций в проект, и новых инвестиций, новых партнеров, приход новых партнеров, мы сталкиваемся постоянно с тем, что не справляются платежные системы, не справляются сегодня банковская система, которая нас обслуживает, постоянно возникают проблемы. Это как раз говорит о том, что надо создавать свою систему. А почему сегодня, друзья, прежде чем передать слово Алексею Сухобоеву, это один из ключевых сегодня фигур по именно созданию этого направления, вот один из специалистов, я считаю, что еще придет время, мы оценим и по заслугам воздадим. Этому тоже еще одному джедею из Skyway именно вклад, тот, который идет во все развитие проекта. А то, что сегодня это веление времени, друзья, это уже очевидно, потому что мы с вами работаем, и сообщество создаем в интернете. Мы всей информацией обмениваемся с вами через скайпы, через чаты, через Ковлис, Ковлис и Мирополис, общаясь через Фейсбук, то есть мы с вами работаем уже в информационном поле Земли, то есть в информационном пространстве. А когда возникает необходимость провести платежи, мы обязаны выйти из интернета, соответственно, войти, либо через даже банк-клиент, все равно войти в банковскую систему, которая находится помимо от интернета, провести финансовые операции и обратно вернуться в интернет. И вот этот разрыв сегодня, он неестественный. Возникновение всей технологии блокчейна и самого направления криптовалюты, друзья, криптовалюта, это переводится как защищенное направление. Так вот, сегодня даже самый блокчейн биткоина, который находится на первом уровне, это первое поколение блокчейн, криптовалюты на блокчейне, она все равно более защищенная, чем вся банковская система. Еще раз повторюсь, она более защищенная, чем вся банковская система. Поэтому сегодня работа именно как расчетная система с использованием блокчейна, она более перспективна. И все банки это понимают. И этот разрыв, который сегодня идет и который пытаются регулировать, это как раз убрать вот эти несостыковки, чтобы инвестор и любой здравомышленный человек, не выходя из интернета, мог проводить еще и все финансовые операции. И это так как в интернете сегодня миллиарды инвесторов и крутятся уже сотни миллиардов долларов, то естественно это идет в развитие. Что такое сама логика проведения размещений там ICO, IPO, TGE, друзья, все это мы вам расскажем, все покажем. Как будет работать наша платформа, мы вам покажем там через какое-то время, когда будем презентовать уже белую бумагу или по-нашему это просто концепт проекта, когда мы будем это презентовать для крипто-сообщества. Все это, друзья, естественно будем делать и естественно все будем показывать. Поэтому естественно, что все традиционные направления, которые были, они все останутся. Поэтому никто никого не будет ни заставлять, ни принуждать каким-то действиям, друзья. Еще раз могу сказать, что те шаги, которые мы сейчас делаем, они направлены только на то, чтобы более интенсивно развивался проект, чтобы выполнить все те обязательства, которые взяла на себе и группа компаний Skyway, и личный инженер Юницкий. И все естественно, друзья, тут нет никаких сомнений, что это все будет работать и развиваться. Это новый этап развития и соответственно это новый этап информации. И мы будем по мере развития проекта, мы вам будем все это рассказывать. Мы будем разбирать все термины, мы будем разбирать все понятия, мы будем разбирать все алгоритмы, которые будут сопутствовать для того, чтобы никаких недопониманий, никаких иллюзий у нас не было. Поэтому сразу могу сказать, что нет ни одного, друзья, сейчас вопроса, на который бы не было ответа. Поэтому со временем вы и познакомитесь, причем это очень непродолжительное время, с самими концептами, с самой логикой. Потом мы вам обязательно покажем и вы пообщаетесь и с командой разработчиков в лице того, кто может их представлять. И соответственно, когда начнем уже профессионально работать с сообществом, именно уже те, кто работает в информационной сфере, в цифровой экономике, мы также будем все опираться именно на тот костяк, опираться на ту старую гвардию, которые пришли в проект, которые поняли, что такое проект Skyway, которые инвестировали именно в проект на стадии его становления как основой технологической основой шестого уклада, технологической основой Transnet Space. А дальше уже совместно с возможностями то, что нам даст уже цифровое направление, мы будем двигаться дальше. Поэтому, друзья, не спешите и те вопросы, которые сейчас вы задаете, я понимаю, что у всех разный уровень информированности, у всех разный уровень понимания этой проблемы. Поэтому есть специалисты, которые уже давно работают, ну как давно, этот рынок существует, несколько лет, порядка 4-5 лет. Поэтому сказать, что здесь есть большие специалисты или большие знатоки, там, как проводить ICO или как там делать, хотя сам по себе термин ICO, мы тоже покажем, что это сегодня тоже неправильный термин. И тоже как пример могу привести, что год назад, когда мы только запускали и начали работать в этом направлении, я с Виктором Тарасовым объяснял, я говорю, как ты видишь сегодня развитие блокчейна, создание своей системы именно применительно в Skyway. Он сказал, что я не вижу, меня это даже не интересует. На прошлой неделе мне Мирошниченко говорит, что Тарасов сейчас совместно с ВТБ готовит проведение ICO. То есть, оказывается, все уже понимает, оказывается, все уже работает в криптовалюте, то есть не прошло никакого-то времени, и он уже не просто понимает, а он уже специалисты делает. Это тоже, друзья, веление времени. Но мы говорили, что мы работали с одним там крупнейшим инвестиционным фондом, венчурным фондом французским. Вот представители этого фонда в недавнее время нам заявили, что они тоже выпускают свою криптоплатформу, свою валюту, что они там делают. Ну, я обважал плечами, посмеялся, кстати, я говорю, ну давайте, друзья. Сейчас идет постоянно, вчера вышло объявление о том, что банк Тинькофф делает свою криптоплатформу и выпускает свою криптовалюту. Друзья, этим сегодня не занимается только ленивый, поэтому все считают, что это самое перспективное направление. И правильно. А для нас, друзья, это построение новой своей расчетной системы, потому что у нас обязательная система учета всех характеристик, когда движется подвижной состав. То есть вся система будет знать о том, как работает каждое колесо, как работает каждый датчик, как сегодня работает вся система. То есть это будет знать огромное количество информации. И естественно, что учет и расчет этой информации у нас тоже должен идти по своей системе, которую, друзья, вот мы как раз сейчас и создаем, о которой мы с вами и будем дальше говорить. Ну вот, друзья, я передаю слово Алексею, то есть тот человек, который пришел в проект с самого начала, был в развитии этого проекта и сегодня стоит у истоков создания именно своего цифрового направления SkyWay, то есть жизнеспособности нашего SkyWay Коэна. Я передаю ему слово, а в конце я, как всегда, буквально несколько слов о том, что нас ожидает в ближайшее время на ближайшее время. Алексей, тебе слово. Так, все работает, все хорошо. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно меня. Немножко и отсутствовал, два вебинара, но не прекращал работать даже на относительном таком не отдыхе, а перегрузке, потому что работа над цифровым направлением, работа со структурами и так далее ведется из любой точки земного шара. Ну и прелесть нашего бизнеса заключается в том, что действительно, работая на смартфоне, вообще в любой точке земного шара, неважно вы на тук-туке перемещаетесь, на машине, либо на байке, либо вообще катаетесь на серфинге. На Бали очень много людей катается на серфинге. Есть возможность развивать бизнес всегда и везде. Ну, для начала, перед введением в цифровую экономику, так называемую, я хотел бы рассказать несколько слов о своей поездке в Азии, буквально несколько слов, потому что есть темы более серьезные, более интересные. Во-первых, я могу сказать, что на Бали и в Сингапуре огромные проблемы с пробками. Бали меня очень сильно удивил, остров этот замечательный, потому что я рассчитывал на то, что пробок как раз-таки не будет. Но обилие байков и огромное загрязнение этой девственной экологии замечательного острова действительно говорят сами за себя. И на многих пересечениях, например, когда перекресток на дорогу на аэропорт, то есть на Бали просто взлетает и приземляются, фактически каждые, наверное, 5-10 минут самолеты, то есть это можно с берега наблюдать. И огромное скопление автомобилей, огромное скопление пробок, то расстояние, которое можно преодолеть минут за 10, мы час-полтора преодолевали. И многие ребята, которые встретили меня, с которыми я познакомился, они вот как раз, кто живет на Бали и так далее, сразу заинтересовались Skyway, потому что огромные проблемы пробок. Если говорить про Сингапур, друзья, я хотел бы поставить два видео, это тоже как в преддверии такой вот нашей темы замечательной, как диджитализирование, как токенизирование, как цифровая экономика, по-разному можно это на самом деле называть. И раньше мне казалось, что мира интернет вещей нигде не существует, но в Сингапуре я увидел, что действительно роботы, я не был еще в Японии, конечно, они существуют. И что касается в Японии, самое интересное, друзья, если у нас сейчас вход в такие страны, как Австралия, Япония, закрыт именно с точки зрения юридических моментов, в инициационном меморандуме это прописано, то с точки зрения инвестирования в токены, как раз таки Япония, ну это одно из тех государств, которое приняло в недавнем времени в качестве именно меры фактически денежного эквивалента криптовалюту. И это действительно говорит о том, что это сверхразвитое высокотехнологичное государство. Ну вот так вот как бы буквально фоном. Так, у меня, если видео это загрузится, конечно, но если не загрузится, то тогда я попрошу… А, вот, вот грузится. Я надеюсь, что загрузится. Я все равно буду… Да, вот как бы этот робот, он готовит яичницу. То есть вы могли бы себе представить, что этот робот может готовить яичницу. Причем я столкнулся с таким вот действительно велением времени, что за день до установки этого робота, когда он обучался, когда он только начинал свой путь именно в мире повара, работал обычный человек. Но через день я спросил, а почему уже не работает человек, я хочу, чтобы человек мне приготовил яичницу. Мне указали на робота, и я воспользовался его услугой очень быстро. Говорят, что раз в 10 быстрее будет. И действительно яичница была приготовлена глазуне на высшем уровне. И более того, я был удивлен, что через 2 дня он начал готовить омлет. То есть это говорит о том, дорогие друзья, что действительно веление времени и прогресс, который неумолимо развивается… Ну, у кого не загрузилось видео, друзья, тоже фоном я пущу буквально. Хорошо, что оно без звука. И посмотрите в записи обязательно. Очень мне интересно было. Это доказывает то, что мы не можем не замечать те технологические тенденции, тот технологический прогресс, который просто диктует корпорациям, целым корпорациям применять именно технологию блокчейн. Поэтому примерно год назад вначале вот как энтузиасты такие мы с Виктором начали смотреть, наблюдать за технологией блокчейн. Я могу сказать, что я как такой вот консерватор именно, который в чем-то начинает разбираться, всегда очень дотошно разбираюсь. Я боялся приобрести биткоин, я боялся приобрести эфириум. Поэтому, несмотря на свои прогнозы и предсказания, некоторые моменты я профукал, потому что я не знал, как правильно завести биткоин. Но сейчас эти дорожки все пройдены. И даже ребенок, наверное, 10-летний мальчик сможет завести криптовалюту, если дать четкую инструкцию. Поэтому с этим никаких проблем, друзья, не будет. И когда уже мы сейчас видим то, что действительно блокчейн настолько распространяется, потому что сегодня мы наблюдаем действительно бум. И на переговорах даже Виктор сказал, вот эта замечательная фотография гласит, кстати, о том, друзья, что переговоры в Арабских Эмиратах именно в одном из государств арабского мира прошло на супер успешном уровне. То есть вы понимаете, что если Виктор выкладывает в Инстаграм, то значит все хорошо. И я спросил у Виктора, что можно сказать, что действительно все очень хорошо. И результаты оправдали ожидания даже сверх. И Виктор сказал, что счетчик на закрытие именно возможности финансирования головную компанию начал тикать еще быстрее. Никакой конкретики для нас, для Сергея Анатольевича нет. И я ее не знаю просто-напросто. Но что-то мне подсказывает, друзья, что действительно ускорилось все достаточно серьезно. И когда мы услышим конкретику, я думаю, что если мы можем перепрыгнуть через этап сейчас, то еще через один этап мы сможем перепрыгнуть. А может быть в один прекрасный момент просто будет объявление в личном кабинете, что, дорогие друзья, вход в корневую компанию закрыт. Виктор ждет и видит, и спит, и видит, действительно мечтает разместить это объявление. Не исключено, друзья, что мы можем увидеть это объявление и в этом году. Но многие задают вопрос, а чем мы будем потом заниматься? А каким образом будет развиваться сеть адресных проектов? И на наш взгляд, по концепции, которую Анатолий Эдуардович сформировал еще в 89-м году, мы ее всего лишь вспомнили, на наш взгляд, именно выход в том, что вот этим решением будет являться технология блокчейн. Мы можем назвать эту технологию как SkyChain. И у нас, кстати, есть SkyMining. Об этом мы тоже будем говорить. Обязательно почитайте вот этот документ. И я просто оставлю на фоне высказывания Анатолия Эдуардовича от 89-го года. Потом так вот как бы в конце вебинара, либо параллельно прочитайте. Но здесь на самом деле я увидел определение блокчейн. И его действительно самого главного такого правила перепроверять все, что есть уже в сети. И чтобы никакие неподтвержденные данные, недостоверные данные в цепочку блоков не попали. И, соответственно, все действительно открыто, несмотря на то, что не имеет никакого единого сервера, не имеет никакой централизации. Супер защищено, супер прозрачно и действительно отказоустойчиво. Поэтому нам в Transnet, на наш взгляд, технология блокчейн будет необходима для обеспечения супер безотказности. И никто никогда не сможет как-то навредить сети Transnet, если будет применена технология блокчейн. Я не буду останавливаться, друзья, на терминологии, которые вы можете почерпнуть и найти в интернете. Я думаю, что 1, 2, 3 вебинара, если на то потребуется и будет необходимость, проведет наша, так скажем, коллега и партнерша, которая также и помогла в поиске разработчиков. Я могу сказать, что поиск разработчиков ввелся долгие месяцы и действительно сейчас занимается этим направлением с технической точки зрения, корифеей своего направления, то есть в IT-сфере с опытом более 20 лет. Работает несколько разработчиков и многие задают вопрос. Сейчас у меня более тысячи неотвеченных сообщений в скайпе, обязательно это разгребу. Но хотелось бы ответить на самый главный вопрос, который задают, что на какой стадии сейчас находится разработка криптоплатформы для скайвей и сколько ориентировочно времени до завершения, до готовности к запуску. Я могу сказать, что не долг тот час, когда мы начнем развертывать и поднимать свой целевой блокчейн. Это блокчейн, ориентированный именно на платформу. И он будет использовать именно те технологии, которые в будущем нам смогут обеспечить те действительно объемы транзакций, которые мы будем наблюдать в сети Transnet. Я приводил такой пример, друзья, про мир интернет вещей. И я могу сказать, что я убедился в Сингапуре, что мир интернет вещей все-таки существует. Представьте, что я сижу на своем стуле, захотел попить кофе, послал через мобильный телефон сигнал на кухню. Водопровод начал общаться с чайником, поступила вода, чайник ее отфильтровал, подогрел, либо охладил, наоборот. И связался с кофеваркой, чтобы кофеварка, соответственно, приняла роботу. Там дрон еще какой-нибудь может подлететь и чайник взять, чтобы налить в кофеварку. Но на сегодняшний день это утопия. То есть мир роботов развивается, но он не связан. Он не связан единой сетью. У нас же, друзья, в чем сила и действительно гениальность инженера, изобретателя Анатолия Эдуардовича Юницкого, то, что он облокчейн и он создает крипто направление в физическом воплощении. То есть вспомните то, из чего состоит наша путевая структура. То есть это силовые кабели, это оптоволокно. И как раз таки электричество протекает внутри нашей путевой структуры. Интернет бежит внутри нашей путевой структуры. То есть фактически это максимально защищенная физическая оболочка, которую просто необходимо использовать также в совокупности с блокчейном. Если сказать очень простыми словами, что такое блокчейн, друзья, то это действительно децентрализованный распределенный реестр, который учитывает множество транзакций и который содержит очень много информации. Можно специализированно, опять же говорю, посмотреть это в Википедии. И то, что дано в Википедии, не все сразу могут понять. Но представьте то, что, к примеру, учитываются все данные и все данные всегда перепроверяются. Вот это вот Анатолий Эдуардович высказал еще как теорию, предположение, а скорее всего это четкое визионерство еще в 1989 году. То есть то, что действительно массивы данных, они должны перепроверяться, и чтобы не было никакого недостоверного движения внутри сети. И я могу сказать, друзья, что единственным гарантом таким вот неизменности правил, чтобы в нашем блокчейне ничего не поменялось. И вообще это одна из основ, в принципе, крипто направления, что все изначально неизменно. И если нужно поменять, то будет происходить именно решение сообщества. Но самым главным гарантом будет являться Анатолий Эдуардович Юницкий. Это гарант неизменности правил. И так же, как именно Анатолий Эдуардович является единственным гарантом, что проект SkyWay состоится и он уже реализуется, то, что все было продекларировано и запечатлено на самых начальных этапах, будет реализовано. Друзья, единственным действительно мерилом является то, что мы верим в слово Анатолия Эдуардовича или нет. И это действительно будет максимальная защита, чтобы никакие правила не были изменены, даже если сообщество будет голосовать как-то против и пытаться вводить какие-то ущербные для сети Transnet, для мира Transnet Space изменения. То есть это не централизация, друзья. И централизация здесь невозможна, в принципе. Но мы будем активно за этим следить, так скажем. И многие спрашивают, также задают такие вопросы, друзья, что планирует ли компания официально опубликовывать информацию о разработке именно крипто-направления. И когда это появится? В считанные месяцы, друзья, это появится. И работа над этим ведется действительно день и ночь. И все участники проекта SkyWay будут оповещены заранее. Но мы повторяем, в первую очередь, друзья, это направлено на охват более массовой аудитории того сообщества, именно крипто-сообщества, которое сейчас наблюдает за нашим проектом, но не видят в этом какой-то ценности. Они, естественно, побегут, когда финансирование будет завершено. И вход в корневую компанию будет закрыт. Но тогда уже будет поздно. И для того, чтобы дать им возможность, в том числе это направление сейчас будет запущено. И в первую очередь мы ориентируемся именно на криптоинвесторов. Но не исключаем того факта, что из сообщества SkyWay кто-то захочет инвестировать. Это будет решать каждый сам, друзья. И я могу сказать, что это направление действительно просто необходимо нам реализовывать, потому что иначе мы будем отстающими. Сейчас за это взялись многие ведущие банки. Какие-то страны вводят регулирование, какие-то страны запрещают, какие-то страны вводят очень жесткое регулирование, например, США. И по этим причинам, в том числе, мы не рекомендовали бы называть понятие как ICO. То есть мы на следующих вебинарах будем это раскрывать. Почему? Но основной упор и основной ответ, почему действительно необходимо обратить внимание и развивать это направление, потому что тот объем транзакций, операций внутри сети Transnet, который будет реализовываться, во-первых, хорошо бы, чтобы он капитализировал дополнительно технологию SkyWay и Transnet сеть. Во-вторых, чтобы это было максимально защищено. И, в-третьих, чтобы это смогло действительно без каких-либо преград, вне зависимости от того, на территории какого государства, на территории какой страны находится сеть Transnet, соответственно, стирать эти границы и в цифровом направлении также. Мы говорим сейчас, и действительно это так, все это понимают, что границы сейчас действительно стираются, когда Unibike поехал 29 ноября, когда уже в апреле поехал Unibus. И сейчас мы видим уже, что Unibus по провисающей путевой структуре ездит, и меня это действительно поражает. Но, друзья, мы должны понимать, что также с ростом финансирования нашего проекта мы будем сталкиваться все больше и больше с какими-то именно финансовыми сложностями из-за роста объема финансирования. И здесь также выход это именно крипто направление. Но если кто-то говорил, почему вы не проведете переговоры с ведущими криптовалютами, то есть с биткоином вообще с кем там проводить переговоры, то есть Сатоши Накамото, это действительно как бы такая личность мифическая, никто его не видел и никто его, в принципе, не знает. Виталик Бутерин, это отдельная история. Вы поймете на следующих наших вебинарах, что нам технология эфир не подходит, потому что именно она сейчас не масштабируется. И такое количество операций, которые будет происходить внутри Транснет, а представьте это проезд, представьте это поплата проезда, перемещения товаров, грузов, и вплоть до того, что кто-то покупает бутылку Кока-Колы внутри линейного города, в ларьке, внутри станции. Это все будут одновременные транзакции. И нам нужно, чтобы это все учитывалось в едином реестре, защищенном, именуемом технологией блокчейн, это распределенный реестр, и все эти транзакции учитывались мгновенно. На сегодняшний день технология эфириума нам не подходит, и поэтому было проанализировано и выбрана та технология, которую вы увидите в концепции, и все будет обосновано. Мы будем рассказывать об экономике, именно цифровой, и она будет дополнительно, на самом деле, капитализировать реальную экономику. Ну, как Сергей Анатольевич сказал, абсолютно правильно, как экономист, как ведущий экономист, что ничего не берется из воздуха. И даже цифровая экономика, в отличие от стартапов, которые те, кто увлекается крипто направлением, видят, наблюдают, и действительно многие обеспечены сомнительно чем-то. И многие не дойдут до стадии завершения. Мы же будем показывать первый прототип по планам, это примерно ноябрь-декабрь. И в этих же датах, то есть примерно декабрь, январь, февраль, максимум это март, мы будем производить уже первые этапы и последующие этапы размещения токена, который именно создан для технологии SkyWay. И без технологии SkyWay я могу сказать, что вообще вот увеличение капитализации криптоэкономики и крипто направления, оно невозможно. То есть сейчас это чуть больше 130-140 миллиардов, доходило до 170 миллиардов, но до триллионов, до выхода из песочницы действительно, которая сейчас в этом направлении находится по сравнению с реальной экономикой, с реальной капитализацией, а сейчас это примерно 76,5 триллионов долларов, невозможно просто выйти. Либо это будет очень долгий путь. Поэтому я думаю, что от сообщества, именно от криптосообщества, это сообщество от крупных инвесторов, от тех людей, которые энтузиасты, их очень много. И те, кто наблюдает, действительно эти проекты собирают и по 10, и по 20, и даже по 100, по 200 миллионов долларов. Мы также будем так вот вскользь на этом останавливаться. Они, нет никакого сомнения, поддержат проект SkyWay, если увидят обоснованную экономику именно токена. То есть не просто увидят технологию, а увидят, для чего технология SkyWay является блокчейн. Но в первую очередь, друзья, мы решили, для чего технология блокчейн нужна нам. И мы будем вводить свою терминологию. И многие термины, которые сейчас используются, используются, общепринято мы будем менять. Один из терминов это именно Transnet Space, который, на наш взгляд, попередит и как минимум очень быстро догонит мир интернет вещей. Потом будет идти наравне некоторое время и потом опередит и вырвется действительно вперед. Как говорит Анатолий Эдуардович, мы обгоним всех и навсегда. И в этом направлении действительно мы можем совершить рывок. Совершить рывок, как в плане и планируемой капитализации активов тех, кто сегодня инвестировал в SkyWay и как в плане вообще именно рывка технологического дополнительного для сети Transnet. И, друзья, невозможно не обращать на это внимание, поэтому примерно год назад начали анализировать это направление. И, поверьте нам на слово, будет очень много интересного сказано. И мы будем приглашать специальных спикеров. Я думаю, что через как минимум несколько месяцев выступит и технический лидер, который этим занимается. Но стоит о том помнить, что действительно, несмотря на те протоколы, алгоритмы, которые существуют, мы будем строить и выстраивать таким образом все изначально, чтобы неизменность правил была сохранена. То есть с точки зрения компании это не будет никак изменено. И с точки зрения именно сообщества, которое может проголосовать как-то, это также не будет изменено. Поэтому это действительно такое вот очень будет серьезное заявление. Это будет такая вот оправданная децентрализация. И, повторюсь, гарантом действительно неизменности правил будет являться именно потец, основатель, инженер Юницкий. То есть это именно как такой статус именно того, что все будет как планируется и без всяких смен направлений. Вот, друзья, как бы я думаю, что на первый взгляд это покажется сложным. Многие будут вначале и выходить из комнаты, когда будет касаться крипто направления. Но настанет время, поверьте нам на слово, когда те, кто не либо приобрел эти токены именно вот из крипто-сообщества и когда увидят рост действительно капитализации, рост цены, это видно будет невооруженным взглядом. Я думаю, что через год абсолютно будет заметно и видно. Это я с большим-большим запасом говорю. И вы это все поймете, когда увидите дорожную карту, где все расписано по месяцам, по этапам. И увидите концепт, который выльется уже в белую бумагу, где все будет подробно описано об экономике токена. Но на следующих вебинарах мы будем показывать, что такое Transnet Space, почему действительно люди будут пользоваться юнибайками настолько часто, настолько, насколько сегодня пользуются обычными смартфонами. И вы поймете, что действительно стоит говорить, как сегодня говорят ведущие футурологи, не о мире интернет-вещей, а о Transnet Space. Базой которого является технология транспорта второго уровня, которую изобрел инженер Юницкий. И, соответственно, основой является все, о чем мы говорили на прошлых вебинарах. И, на наш взгляд, именно рывок в плане развития блокчейн сможет совершить намного более такими долгими темпами, чем используя экономику токена в пространстве Transnet, которое мы, повторюсь, сравниваем на сегодняшний день с таким громким понятием, как мир интернет-вещей. Ну вот, друзья, такой вот непосредственный ввод в тему. Мы не будем останавливаться, повторюсь, на терминах, что такое блокчейн, что такое токены, что такое коины. Мы будем останавливаться именно на терминах, которые касаются крипто-направления Skyway. И будем на каждом вебинаре, я думаю, останавливаться чуть-чуть. Но в первую очередь я хотел бы напомнить, друзья, что сейчас самым выгодным является инвестирование в технологию Skyway и именно в наши активы, которые вы можете найти в личных кабинетах. Приобретайте их, потому что это действительно очень ценное время. И потом будет готовиться механизм потенциально, возможно, теоретически. Я буду приводить всегда такие слова, как именно такой вот скептик, консерватор. То есть это нужно проработать, юридически все подготовить. И я нисколько не сомневаюсь, что это будет проработано, подготовлено. Уже проработка и подготовка ведется. Но стоит произносить такие слова. Можно будет теоретически, потенциально, возможно, обменять активы Skyway на токены. Кто захочет это делать, будет это делать. Кто не захочет, не будет это делать. Но, друзья, самым ценным активом на сегодняшний день по-прежнему является именно приобретение обязательств Skyway. И я это буду повторять каждый раз, потому что счетчик и обратный отсчет действительно тикает все быстрее и быстрее. Благодарю, друзья. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Ну, друзья, вы много будете слышать терминов новых. Еще раз я, кто обращался ко мне, что у нас очень много партнеров, наших таких преданных друзей, это люди старшего возраста. Друзья, ничего сложного. То, что мы будем говорить, и как раз наша задача, это на уровне здравого смысла. Если вы в чем-то будете сомневаться или не понимая, что происходит, друзья, то никаких действий делать не надо. Все, что мы будем делать, это на уровне здравого смысла. И вообще, друзья, как мы говорили, вся экономика и все, что происходит, она вся логична. А логичных вещей нет. Это кажется, что там сегодня на криптобиржах или то, что сегодня происходит, какие-то взлеты, падения. Друзья, это все объяснимо, и мы будем рассказывать, показывать, как сегодня возникает экономика того или иного проекта именно в цифровом криптомире. И как сегодня формируются там какие-то доходные части, пакеты, как формируется базовый актив, там как формируется... Ну, очень много чего мы будем делать. Друзья, самое, вот то, что Алексей уже сказал, я просто еще раз повторю, что мы входим все-таки со своей платформы. Если бы мы не были с вами участниками проекта и не создавали инвестпроводящую систему для финансирования Скайвея, то что бы сегодня стоил проект Скайвей Коин? Ноль, друзья. Сегодня, как вы знаете, если не знаете, могу назвать такую цифру, сегодня более тысячи криптовалют, которые пытаются сегодня войти в экономику и производить какие-то действия. Сегодня проведено уже десятки тысяч всевозможных размещений, всевозможных токенов для того, чтобы привлечь так называемых ICO, хотя это тоже неправильный термин, друзья. Очень многие перепутали IPO, привлечение денег на открытом рынке, на открытых биржах, которые очень серьезно регламентированы. Посчитали, что ICO это то же самое, только без регламента и в электронном виде, что токены это просто электронные облигации. Нет, друзья, это тоже все заблуждение, мы все это будем показывать. И основной, как раз, друзья, то, что следующий весь вебинар мы с вами посвятим, это именно понимание, что такое Transnet Space, то есть что такое вот это пространство, которое создается, и почему оно сегодня реально, и почему то, что мы сегодня создаем, вот эту виртуальную фактически систему Скайвей, она будет потом формировать реальную сеть. Потому что мы начали сегодня формировать сеть адресных проектов, дальше будет настройка, и при их соединении, друзья, это будет гремучая связь. Это будет то, что сегодня все перспективы, все новейшие разработки, которые идут сегодня в цифровой экономике, они будут работать на реальную экономику. Потому что то, что мы с вами создаем, друзья, это абсолютно реально. Потому что это технология Скайвей, которая сегодня будет разрабатывать недостигаемые месторождения, которые сегодня находятся в вечной мерзлоте. Сегодня нельзя освоить с помощью железной дороги месторождения, Скайвей это позволяет сделать. Сегодня нельзя осваивать месторождения, которые находятся в джунглях в Латинской Америке. То есть сегодня нет технологий, которые могут строить, и никакая железная дорога не может решить этот вопрос. Скайвей предлагает, значит, это освоение новых территорий, это развитие новых стран, это ввод нового продукта. Друзья, сегодня есть огромные территории, которые не заселены, потому что нет воды, Скайвей привезет туда воду. Нет сегодня доступности до освоения этих территорий, Скайвей даст это направление. Как раз вот это формирование сети Транснет, это реальная экономика, друзья. То, что мы с вами создаем, это реальная. Абсолютно генерация нового продукта. Я столкнулся с тем, друзья, особенно мы с Алексеем, он уже привык сейчас, так сказать, когда я ему там на многие вещи полушутят, говорю, я говорю, ну тебе везет, ты экономику не изучал, поэтому ты не можешь объяснить, как что происходит. Он сначала обижался, а потом мы действительно, когда начинаем понимать многие вещи, я столкнулся, друзья, с тем, что молодежь сегодня не представляет, что такое формула товар-деньги-товар. То есть не представляет сегодня, вот как я уже говорил по Самуэльсону, это операции с ограниченными ресурсами в ограниченное время на ограниченной территории. То есть у них какое-то другое представление о экономике. То есть оно, конечно, объективно, все объяснить можно, интернет убрал границы информации. Поэтому один из постулатов Самуэльсона, что на ограниченной территории, когда интернет открыл границы, то территория стала вся земля, информацию можно получать. Поэтому возникла иллюзия, что законы экономики нарушились. Нет, друзья, это так же, как закон сохранения энергии. Они не могут нарушиться, они видоизменились. И интернет, конечно, он внес абсолютно новую вещь, что и как порождение, друзья, как следствие того, что произошло, это возникновение финансовой системы внутри интернета и блокчейн как защита. Все, друзья, абсолютно объяснимо. Я несколько раз привозил друзья на своих встречах, которые, те, кто постарше, особенно, друзья, с техническим образованием, вы меня поймете. Это мой термин, когда я учился. Я изучал в свое время сопромат, а еще я учился в эволюционном институте. Соответственно, и электропроводность материалов, это еще более сложная дисциплина, чем просто сопромат. Она более расширенная. Так я недавно читал лекцию перед студентами МФТИ, перед сообществом. Я произнес такую фразу, что сдал сопромат, можешь жениться. Для нас это, друзья, вы помните наше время, это естественно, это расхожая поговорка. Мы всем можем объяснить, почему. Всем, кому сегодня там за 45, кто учился в Советском Союзе в это время, вы все помните, что такое сопромат, что такое экзамен по сопромату. И, соответственно, вот этот, сдал сопромат, можешь жениться. Друзья, вы не поверите, сегодняшние студенты, они меня не поняли. Они не поняли, при чем здесь сопроматы, при чем здесь жить. Я сначала даже не врулся. Я говорю, вы что, реально не понимаете, или вообще смысл этой поговорки. Так вот, друзья, я действительно выяснил, что сегодняшние студенты МФТИ, то есть Высшего технического университета, не знают и не понимают фразу, сдал сопромат, можешь жениться. Я так, пожалуй, плечами, да, время действительно изменилось. Но, друзья, оно изменилось для них. Они выросли, они сегодня живут вместе с интернетом, и у них не придет сегодня в голову идти в библиотеку, получать информацию, когда можно открыть и получить другую информацию. Это меняющийся мир. Это так же, как я тоже приводил пример со своими детьми. У меня сынишка 8 лет. Помните тот, который говорил, папа из интернета приехал, там из перископа приехал, говорит, какой у тебя в детстве был интернет, он много таких вещей говорит. Так вот, друзья, я привожу пример этого нашего времени. Мы едем на машине по Новой Риге, открыли большой новый кинотеатр, центр, Аймакс называется. И вот буквально день или два открыли, мы едем на эту субботу, я говорю, а не сходить ли нам на мультик? Какие сеансы? Вот что делает сегодня инноватор в виде меня, который работает в инновационной компании, продвигает новую технологию, который едет за рулем, у которого на торпеде стоит айфон. Ну, не айфон, а у меня самсунг. Точнее, естественно, руля одной рукой, начинаю набирать Аймакс, Новая Рига, какие-то самые сеансы и так далее, и так далее. Где-то уходит у меня на это 5 минут, ну, причем это, еще раз говорю, движение за рулем, так сказать, это я получаю, вижу это, читаю, отвлекаюсь от дороги, так сказать, это. Что делает мой восьмилетний сын, друзья, просто вот я вам говорю, что это показатель нашего времени. У него айфон, он нажимает на кнопку, у него в айфоне живет, он очень любит ее, живет Siri. У нас Юник будет жить в Юни-Пайке, а это Siri. Это программа, которая голосовой мессенджер. И он говорит, Siri, сеансы мультиков на Новой Риге. И он через 10 секунд получает ответ на экране. И он мне говорит, папа, я уже все знаю, можешь мне не говорить, это самое, я уже все получил. Кто из нас умнее, друзья? Была одна и та же задача, узнать сеансы. Он эту задачу решил за 10 секунд, а я эту задачу решил за 5 минут. Я решил, руля одной рукой, рискуя, а он просто нажав на кнопку. Вот, друзья, это очень много будет показывать того, что как будет дальше развиваться. И основной наш, вот с Алексеем сейчас посыл, и для наших, друзья, партнеров, потому что здесь собираются в основном те, кто уже знает и участвует в проекте SkyWay на самой рисковой, самой венчурной стадии. То, что мы сейчас запускаем, друзья, и своя крипто, это мета-платформа называется, мы ее называем мета-платформа SkyWayCoin. Почему мета? Это тоже очень большое значение. Мета – это то, что меняется, метаморфоза. То есть, когда мы сегодня вот этот мир криптовалюты, мир вот этого электронного, виртуального, виртуальной капитализации, сегодня будем проводить метаморфозу, изменять и вводить в реальную экономику. Мы становимся тем смычком, который смыкает именно реальную экономику, реальных транспортных коммуникаций, вот это виртуально, это метаморфоза, изменение, то, что будет происходить. И поэтому мы это назвали мета-платформа, который сегодня будет решать эти задачи. И вот это как раз Transnet Space – это та экономика, которую мы с вами сначала опишем, потом покажем, потом визуализируем, а потом посчитаем. И как раз вот когда мы ее с вами посчитаем, это будет тот потенциал, который мы будем показывать и куда мы будем звать инвесторов. Мы говорим, что сегодня есть технология, которая это создает, есть потенциал, который будет развиваться, а есть инструмент, который может это все дальше развивать. Но, друзья, я думаю, что для первого раза это тоже все, я согласен, что очень многие вещи будут не очень просто воспринять с первого раза. Но, друзья, мы будем как раз вот этот пример сири, вот как я, конечно, привожу, или еще там несколько примеров, которые я привожу из своей истории, когда мне рассказывали, что такое интернет. А я всем говорю, друзья, когда только запустился биткоин, один товарищ мой, который начал этим заниматься, предлагал мне купить очень большое количество биткоинов, очень большое, на порядка 10 тысяч долларов, когда биткоин стоил еще меньше 10 центов. То есть сегодня, если бы я тогда инвестировал эти 10 тысяч, это было бы, по-моему, 450 миллионов долларов, понимаете. То есть это, как казалось бы, баснословные деньги. Но сейчас жалеть или менять, почему у меня всегда это находится как бы за пределами, потому что мы сегодня занимаемся Skyway, у нас сегодня тоже очень большая перспектива капитализации, и здесь все, что мы делаем, зависит только от нас. Зависит от нас, как продемонстрировать, зависит от нас, как запустить адресные проекты, зависит от нас, как привлечь новых партнеров, все, друзья, зависит от нас. И здесь, что мне очень приятно всегда констатировать, Юницкий всегда это подчеркивает, вы помните, с какой благодарностью он говорит про инвесторов, с каким благодарностью он говорит про каждого, когда встречаются, потому что мы, друзья, это уже сделали. Никто не может сегодня сказать, и сегодня мне просто смешно даже слушать, когда я вам говорил, что еще год назад, когда кто-то говорит, я слежу за вами 3 года, у вас ничего не поменялось. Я сразу выключаю телефон, удаляю из Фейсбука, удаляю из перископа, неважно там откуда, из Скайпа, потому что я не знаю, зачем человек следит, или если он следит, он идиот. Потому что у нас все меняется с такой скоростью, что, друзья, я, когда сейчас смотрю и бываю почти каждую неделю в Минске на производстве, я могу сказать, что за эту неделю количество новостей, которое идет, оно просто зашкаливает. Когда я эту Скай-гусеницу увидел, я ее представил уже на путевой структуре универсальной, вот с таким рельсом. Но, друзья, пускай мне дальше кто-то рассказывает, что это не чудо техники, или что это не капитализирует валюту, или обслуживает инструмент, который будет это запускать. Друзья, я поверить не могу. Поэтому все, что мы сегодня с вами делали, это естественное развитие. Мы подошли к тому, что демонстрация готова, образцы готовы, еще создается огромная линейка. Мы еще с вами увидим большое-большое количество и юнибусов, и юнибайков, и юникаров, и юнилетов, дронов, кого мы еще только с вами, друзья, не увидим. Очень много. И путевые структуры абсолютно разными, с разными задачами. Как мы уже говорили, эко-технопарк, как демонстрация, он запущен, но остановить это уже будет невозможно. Это на десятилетия, это на столетия то, что будет развиваться. А то, что мы сейчас создаем вот эту экосистему, эко-мир, который будет включать в себя транс-нет, спейс, а потом и еще более широкие структуры, именно экономические структуры, это как раз то, что будет капитализировать и создавать ту будущую экономику, которую мы будем. И здесь, друзья, я могу сказать, что я абсолютно доволен и рад, что я внутри этой системы, что я работаю, я все силы трачу на этом. Это приносит и серьезное моральное удовлетворение, это приносит и очень серьезную перспективу о том, что капитализировавшиеся эти активы и обязательства, которые есть, они принесут еще и очень серьезный доход. Это очень интересная перспектива, которую ждет. Ну и, соответственно, друзья, то, что мы с вами создаем сегодня, мы убираем роботов и вообще машин с улиц, то есть делаем движение безопасным, и не будут гибнуть миллионы людей. Мы убираем сегодня эти миллиарды тонн выхлопов, которые сегодня убивают экологию. Мы сегодня убираем эти пробки, где люди проводят бешеное количество сегодня, сжигая свою жизнь. Мы даем возможности, чтобы человек, перемещаясь, вырабатывал энергию за счет физической нагрузки, и за счет этого и получал физическую нагрузку, и делал полезную работу. Это тоже, друзья, очень важный момент с точки зрения сегодняшней цивилизации. Поэтому мы сегодня решаем себе вопрос. Ну и второй момент – это именно оцифровка и выведение это на абсолютно прозрачные финансовые механизмы. Это позволит убрать таких паразитов, как ростовщиков, эти все безумные посредники в виде всевозможных фондов. Этот нарост на экономике, который за 300 лет вырос в виде вот этой вот банковской порочной системы. То есть все это, друзья, тоже будет меняться и становиться более естественной, более прозрачной и более направленной на каждого из нас, чтобы мы, припокупая какой-то товар, не переплачивали посредникам, не переплачивали сетям, которые это были, не переплачивали это все супермаркетам, которые берут, и банкам, которые это кредитуют, чтобы у нас была напрямую возможность работать с производителем, который произвел для нас экологически чистый продукт, мы его потребили, и между нами произошла мгновенная система расчетов. Вот, друзья, какая экономика сегодня строится, и мы вам покажем, как она будет функционировать, и это так же создается, как и создается сегодня технология Skyway. Все, друзья, на этом мы будем с вами завершать. Те, кто не успел посмотреть, по всем чатам мы эти записи будем раскладывать. Перископ у меня сегодня что-то тоже захондрил, бывает периодически. Вот, в Facebook также все это будет выложено. Так что, друзья, давайте вперед к нашей работе. Завтра я вылетаю, у нас будет конференция в Будапеште, вот, поэтому там тоже соберется лидеры почти с 10, не почти, а с 10 европейских стран, поэтому оттуда тоже будет и трансляция Перископ, и сама конференция. То есть, как вы уже видели, вот эти вот европейские конференции, они очень и очень интересны, по мере того, как там появляются именно все более и более крупные инвесторы. Все, друзья, давайте на это завершать. Как всегда, строй SkyWay, спасай планету, до новых встреч. 21 час, Юни-Скай-вебинар, с синхронным переводом на 4 европейских языка. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok